Всем привет! Один из самых популярных вопросов, которые мне часто задают ВКонтакте или, собственно, даже под чуть ли не каждым видео, это особенно под книжными покупками Зачем я столько много покупаю книг? Где я их храню? Успеваю ли я их читать? И так далее На самом деле я успеваю их читать Конечно, многие книги из тех, что я купил, я еще не прочел Но я стараюсь их постепенно, наверстываю в Пущино, я составляю себе список книг, которые я должен прочитать, к примеру, до Нового года И стараюсь их прочитать Естественно, если выходит что-то значимое, ту книгу, которая вот только новинка, которую я не хочу пропустить Естественно, я откладываю свой список и начинаю читать вот эту книгу Потому что она интересная, она новинка и хочется вам быстрее рассказать Чтобы вы вот благодаря, может быть, моей помощи узнали, стоит эту книгу читать, стоит ее покупать или нет Но потом я все равно возвращаюсь своему списку и стараюсь прочитать те книги, которые я заранее закупил Тем более, на самом деле, не так уж много у меня места есть для хранения книг Поэтому после того, как книгу прочитаю, с ней надо что-то делать Она или попадает в мою коллекцию, или же она идет по одному из пути, что я делаю с книгами Я про вариацию, что я делаю с ненужными книгами или книгами, которые мне не понравились Я расскажу в отдельном видео, у меня даже этот блог я уже снял, но просто все, не было времени его смонтировать Обязательно я его смонтирую в ближайшее время Не удивляйтесь, я его снимал на улице и там будет трава, а сейчас у меня за окном вообще метет снег, пурга и так далее Даже это видео будет довольно необычно монтировать сейчас, хотя уже прошло столько времени Но вернусь к тому вопросу, как я читаю эти книги Если вы помните, я уже в одном из блогов рассказывал, что стараюсь читать каждый день Один из способов, тот, про который я вам уже тоже говорил и показал, собственно, даже на примере Это когда я читал книгу «Дилемма» То есть я в транспорте, в общественном, когда езжу, то я сажусь, стараюсь садиться на конечный, чтобы получилось сесть Ну и часто бывает, что и стоишь в транспорте, когда еду на метро, когда еду в троллейбусе, автобусе и так далее И в этот момент я читаю Раньше я еще очень активно слушал аудиокниги, но в последнее время аудиокниги выходят значительно позже, озвучиваются, чем выходят новинки Поэтому я, чтобы быть в теме, быть актуальным, я стараюсь именно прочитывать бумажные книги Поэтому я читаю в транспорте, удается прочитать, не знаю, по сотне страниц И так постепенно, когда ездишь на работу, с нее удается так начитывать книгу Плюс существуют обеденные перерывы, существует иногда свободное время дома, когда действительно, когда можно сесть, прочитать книгу, ну и потом вам про нее рассказать К сожалению, не всегда есть возможность сразу же поделиться эмоциями и впечатлениями после прочитанной Часто бывает, что отзыв на книгу записывается через 2-3 недели, уже может что-то постереться в памяти И, с другой стороны, такие отзывы более актуальны в том плане, что уже эмоции по усилий, и я могу действительно оценить Книга хороша оказалась, или же на самом деле первоначальный всплеск был очень высок Казалось, вот оно, классный, интересный сюжет Но проходит какое-то время, ты понимаешь, что вот там-то нестыковочки были у автора А там какие-то шероховатости, и вот послевкусие какое-то непонятно, что автор хотел бы вообще в итоге сказать Какая у него глобальная задумка по этой книге Вот такие мысли когда появляются, и потом, поэтому отзыв получается не такой эмоциональный Больше именно вот послевкусие я рассказываю, а некоторые детали вообще из того же сюжета начинают постепенно забываться Далее, что еще хотелось рассказать в этом тоже спонтанном довольно видео Мне просто захотелось ответить вот на этот вопрос, читаю или не читаю Плюс еще хочу рассказать, что не на все книги я действительно записываю отзыв То есть бывает такое, что вот прочитал одну книгу, я сажусь читать вторую книгу, там третью, четвертую Прошло, например, не знаю, пройдет неделька, две недельки Я хочу записать отзыв, и скорее всего у меня свободного времени будет не так уж много для записи этого отзыва И я запишу отзыв про одну из этих трех книг, а остальные две книги просто останутся прочитанными И скорее всего они даже меня сильно не впечатлили Да и бывает так, что прочитаешь несколько книг, но отзыв на самом деле запишешь только про одну А остальные две книги я обычно тогда помечаю у меня в группе ВКонтакте, есть отдельная тема вот о прочитанном То есть там список тех книг, про отзывы, про которые я не успел еще записать Но однако если кто-то из моих читателей вот в группе конкретно увидит и скажет, что О, расскажи пожалуйста вот про эту книгу, естественно я тогда постараюсь записать видеоотзыв про нее Потому что на самом деле у меня сейчас в приоритете больше самому читать, чем снимать вот видеоотзывы и так далее То есть хочется тоже держать планку в том плане, что я хочу больше читать, получать удовольствие от самого чтения Вы как вы поняли, я очень люблю читать, это одна из моих значимых частей в моей жизни Вот, а вот иногда бывает так, вплоть до того, что вот нет сил или иногда даже лень сесть записать видео, говорить слова Тем более для меня один из показателей активности это ваши вопросы, это, не знаю, ваши лайки, это ваши комментарии Ваши, вот я смотрю даже там просмотры на канале Естественно я за ними не гонюсь, потому что я вижу, что есть другие блогеры, есть блогеры, может даже более профессиональные В том плане, которые возможно даже этим и зарабатывают У них уже свыше там 30 тысяч подписчиков, 10 тысяч подписчиков и так далее С некоторыми мы даже начинали в одно и то же время Но вот они вот хорошо расширились, у них там их смотрят, комментируют и так далее С одной стороны, может мне и завидно, тоже, казалось бы, хочется тоже с людьми поделиться Но на самом деле можно, можно заниматься вот этим, можно читать более популярные книги Не быть в узкой нише фэнтези, фантастики, да Можно вот засесть, читать вот такую литературу Или специально, знаете, вот если какая-то тема очень популярна, на эту тему обязательно сделать видео Или потом называть специфически свои ролики, чтобы они хорошо там вызывали какие-то эмоции, чтобы люди больше читали Заниматься рекламой, то есть покупать рекламу у других блогеров, размещаться в сообществах Я все это делаю больше по мелочи, знаете так То есть вот между делом, то есть есть возможность Я нахожу сообщество, которое интересно, где выкладывают отзывы Я туда могу предложить свой отзыв Иногда бывает такое, что мои читатели даже мои отзывы предлагают в других сообществах Мне приятно, когда я случайно совершенно нахожу свой отзыв, размещенный в такой-то и в такой-то группе Но самому заниматься вот этим всем продвижением и так далее Наверное, скорее всего, это связано с тем, что у меня нет свободного времени вот на это И возможно, слишком много я пытаюсь одновременно заниматься Кроме чтения, кроме ютуб-канала, кроме своей семьи, кроме своей работы Тем более работа для меня сейчас новая, новая профессия осваивается Поэтому вы ж извиняйте, что вот ролики у меня выходят не такие качественные, возможно Не так часто, как вам хотелось бы Или не такого сильного уровня Или довольно многие ролики, на самом деле, у меня спонтанны То есть я сел перед камерой без подготовки текста и начинаю рассказывать про самую книгу Возможно, вам больше нравится именно, когда блогер подготовится, составит список Не знаю, поставит ее рядом с камерой, начитает вам Но я не фанат такого, я не фанат вот этих конкретных рецензий Но вообще считаю, что написать рецензию, которую ты будешь перепросчитывать, переисправлять и так далее И потом разместить на сайте, это одно А попытаться рассказать про книгу, при этом я, в принципе, стараюсь говорить без нарезки То есть у меня здесь не так уж много вырезано слов Монтаж у меня тоже не очень много времени занимает из-за этого Нет каких-то спецэффектов Опять же, возможно, страдает качество видео от этого Пишите смело мне в комментариях Вообще, я действительно рад любой критике, любым вопросам Потому что для меня это активность Так, благодаря этому каналу я нахожу новых друзей Я нахожу людей, которые тоже любят читать Которые мне что-то посоветуют, спросят у меня совета Кто-то спрашивает в ВКонтакте, кто-то спрашивает на Ютуб-канале Стараюсь всем уделить внимание Поддерживать вот эту связь, вот эту комьюнити Потому что мне кажется, что люди, которые любят читать Которые читают разнообразную литературу У всех пример, на самом деле, будет схожий вкус В том плане, что, не знаю, да, могут быть какие-то Я вот с такими тоже людьми встречался Но больше на таких ресурсах, типа Фантлаба и Лайфлиба Которые, вот они будут критиковать творчество Стивена Кинга Потому что говорят, что там, ни о чем и так далее Я вот таких крайностей очень не люблю Не люблю вот этого какого-то снобизма Когда человек, не знаю, много прочитал И он потом тычет в других людей Что вот, я вот такой начитанный, я вот такой А вы вот не знаете, что вот это впервые использовалось в 1999 году А это использовалось тогда-то, тогда-то По мне, это не позволяет людям больше развиваться Это не прививает любовь к чтению Любовь к чтению должна нас объединять И то, что мы говорим, то, что мы делаем, обсуждаем там в группах Обсуждаем на порталах Она должна как-то сближать Мы должны выяснять какую-то истину Которую действительно поддерживает, не знаю Книга, издание в нашей стране поддерживает вообще читательскую среду Потому что, казалось бы, сейчас появятся эти гаджеты Люди перестанут читать бумажные книги И перестанут издавать Да, можно ругать всякие издательства, типа Эксмо за ляпы Когда ты покупаешь книгу, ты хочешь получить удовольствие от ее чтения Если здесь нету кусков страниц Если здесь, не знаю, шрифт какой-то плохой Здесь не та аннотация и так далее Можно про это трубить везде На всех форумах кричать и так далее Вот какие они плохие, как они нас ненавидят Можно к этому отнестись и чуть полегче Полегче, я не знаю, что Ну вот аннотация на ОСТ, да, издательство, к примеру Не та была, там к сборнику Станислава Лема Ну закройте вы ее, снимите вы суперобложку Не относитесь к этому так критично Качество самой книги текста не пострадало Да, Эксмо в доме, не дом цепей, а память льда Более серьезный косяк, когда пропал кусок текста Но, знаете, меня больше еще убило Что как про это многие все кричали А не так уж много на самом-то деле этот цикл читали Я смотрю по отзывам, по вообще, по обсуждению этой темы Про этот косяк говорят те, кто даже эту серию не собирает То есть просто вот, что вот какое Эксмо плохое Вот что они так вот относятся к читателям Есть косяки, есть косяки в работе у каждого издательства Мне кажется, даже той же Азбуке, которая мне больше всего пока нравится И самый большой процент книг издательства у меня на самом деле от Азбуки Там тоже хватает косяков и в комиксах, и там в журналах и так далее Тоже находятся косяки, косяки там в переводах Но опять же, я, например, в оригинале мало книг читаю Только того же Стивена Кинга некоторые произведения прочитал Поэтому я не занимаюсь тем, что беру два текста, оригиналы И сверяюсь в перевод Для меня главное, вот я читаю книгу Перевод, да, то есть он уже Книга уже переведена Мне читается легко или плохо То есть плохой корявый язык Хорошие стыгонные предложения Понимаю ли я, как тут все происходит Вот это я вот так воспринимаю книгу Конечно, если потом все эти знатоки говорят Что там совсем другой смысл Или там полностью все переворачивается Сюжет и так далее То здесь косяк переводчика Но мне кажется, такие сумасшедшие ляпы Это не сейчас То есть сейчас, когда книга издания Мне кажется, не в почете Сейчас электронные книги Сейчас продажи Если раньше продавались 10, 15, 30 тысяч экземпляров Книга автора Теперь она скатилась до двух Там полторы тысячи Вот сейчас книжный клуб фантастика Пятьсот экземпляров вообще издает Мне кажется, надо держаться за любую возможность Создать свою хорошую домашнюю библиотеку Чтобы потом это передать как-то нашим детям Самому приятно было перечитывать Собирать хорошее издание И поддерживать фан-зон Вот за то, что вот они Может быть где-то как-то громко себе заявили И еще не так хорошо закрепились на рынке Поддерживать вообще любые издательства Которые издают фантастику, фэнтези, мистику То есть ту литературу, которая явно не будет сверхпопулярной То есть у нее явно будут какие-то пики и так далее Да, будет периодически выходить такая литература Типа ЛитРПГ Которая будет популярна в определенный период Но потом ты начитываешься таким однотипным И тебе уже становится это неинтересно Серии постепенно будут закрываться Хотя вроде бы еще литер ПГ Жив этот жанр Еще выходит до сих пор в этом жанре книги Издательства тоже постоянно экспериментируют Они там пытаются менять обложки и так далее Что мне не совсем нравится Все-таки я хочу собрать определенные серии Чтобы они смотрелись опять же эстетично на полочке Чтобы как-то было единое оформление Хотелось бы того же единого формата Если комиксы покупаешь, чтобы хоть примерно совпадали Чтобы можно было хорошо расставить на полке А не вот когда книги вот так вот пляшут В целом, если вы следите за моими видео Вы знаете, что у меня есть определенные серии Которые я покупаю Есть автоматом покупаемые серии Потому что вот у меня уже наполняется полка Есть автоматом покупаемые авторы Которых я покупаю Но не всегда я их потом сохраняю у себя на полочке Тот же, например, Лукьянка Квази У меня уже, например, книги нету Потому что она, во-первых, была в другом жанре Можно сказать, в другом оформлении выполнена Плюс не сильно она меня и зацепила Сейчас эта книга уже ушла по рукам То есть у меня ее физически нет То есть не все так у меня заполнено на полках Как вам бы казалось А, я все время забываю, что я про это вам расскажу В отдельном видео Ну, подведу итог Итак, так суббурно все получилось Началось с того, что книги я покупаю Я их стараюсь читать Действительно стараюсь прочитывать Просто что старые книги Вот, которые купил в начале года и так далее К ним я возвращаюсь по мере того Как успеваю прочитать какую-то новинку То есть, в частности, вот вышел Стивен Кинг Обзор уже у меня на канале есть Я эту книгу прочитал вне очереди А сейчас я возвращаюсь В частности, в данный момент читаю Огонь и Сера О приключениях Лоизи Пиндергаста Помните, эту серию я скупил уже больше года назад И вот сейчас только дошел до пятого тома Потом я, возможно, переключусь на что-то другое А может быть, все-таки добью Там еще пятую, шестую, седьмую книгу Чтоб та трилогия сложилась у меня в картинку до конца Плюс еще периодически я все-таки посчитываю комиксы Хотя знаю, комиксы вы не очень любите Да не умею я делать профессионально про них отзывы Опять же, я люблю там историю Люблю или саму картинку, как там все подано Или сами персонажи, например Мне нравится, это что-то стало с детства Но опять же, про них стараюсь рассказывать Плюс потом я вам рассказал про издательство Про мое отношение к том, что я радуюсь Когда появляется новая издательство Я радуюсь, когда издаются книги И не понимаю вот этой жесткой критики Вот этого волна негатива и так далее Когда сталкиваются лбами Не знаю, даже издательство сравнивают Как что-то, кто хуже издает Кто плохо издает По мне главное, чтобы оно издавалось на самом деле Издавалось с каким-то уважением для нас Чтобы издательство признавало свои ошибки И как-то исправляло Да, тут не все издательства красиво поступают Не все там отзывают, не знаю, из продаж Не все там уничтожают плохой тираж Или вообще даже не все признают ошибки Но в целом, на самом деле, таких сумасшедших косяков Как таковых нет Мы должны рады тому, что книги продолжают выходить И на самом деле не такие у них заоблачные цены Если даже сравнивать с иностранными Там, не знаю, в Европе книги гораздо дороже стоят И здесь у нас есть возможность покупать эти книги Прочитывать их, делиться мнением Давайте будем более позитивными Не знаю, больше общаться Создавать свою вот Свою сеть книголюбов И действительно любить книги Возможно сообщать друг другу Те книги, которые вам там не понравились Вот, но такое на самом деле Сколько я прочитал книг Поверьте, прочитано очень много откровенного Такого шлака За который, как бы, было жалко Потраченного времени и так далее Не знаю, возможно, есть Если так относиться ко всему Так, блин, так и жить тяжело будет на жизни Старайтесь находить как-то позитив Не знаю, тоже банально это, наверное, фраза звучит Но вот Когда читаешь книги Ты все-таки получаешь это удовольствие Автор что-то хотел донести Возможно, более внимательно выбирайте Книги, которые вы хотите читать Доверяйте каким-нибудь мнением Тех людей, у которых с вами совпадает вкус И старайтесь выбирать хорошие книги Я не думаю, что они посоветуют вам какую-то Прорекламируют книгу Которую там или не почитали Или за которую им там бесплатно досталось Что-либо такое То есть Просто если вы видите, что там Серия вам не нравится То зачем тогда ее и читать Зачем там искать И потом говорить, что вот это отстой Это там вообще для детей На самом деле литература для детей Даже тоже бывает очень интересна Если вы помните Я даже в том же инстаграме Недавно показал В фотографии вот этой серии Все О Которая там для детей И для подростков Я сам с удовольствием ее перечитаю И многие истории, которые я читал в детстве С радостью перечитаю Несмотря там, не знаю На политический какой-то контекст Несмотря на там Когда там это все придумалось В каком там возрасте Для каких детей Вот самому тоже можно это прочитать И этого совершенно я Не хочу стесняться Как не стесняюсь того Что я читаю комиксы Собираю комиксы Потому что там я вижу Совсем другое А не вот это стереотипно Что это для детей Это какие-то картинки И так далее Длинное видео наговорил Но вот захотелось мне поделиться Этим всеми Своими мыслями Надеюсь Там какие-то у вас Отзывы, мнения Тоже будут Под моим видео Давайте оставаться на связи С вами был Сергей Проект ПО Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»